привет всем поздравляю всех с паской я оглядываюсь потому что жду такси вызвала убор у нас довольно таки холодно вот такой у меня вид рабочий я бы сказала обычный не праздничный никаких юбок вышиванок лишь бы не пошел снег я сейчас выхожу на улицу мой муж на работе мне придется добираться 1 надеюсь интернет будет ловить и у меня вчера и сегодня был рабочий день поэтому приходится выкручиваться надеюсь я не опоздаю так привет всем еще раз я добралась до украинской церкви хочу показать как много людей я еле-еле нашла место чтобы поставить корзинку прошлый раз пасхи светили на улице во дворе в этот раз видимо в связи с погодой решили организовать вот в этом зале я слышу русскую украинскую речь там вот герб украины сейчас видимо недавно закончилась служба божия как говорится праздничная литургия и вот собирают сейчас всех людей чтобы светить пасочки вот я боялась что я как-то не так одета в принципе моя корзинка выглядит не очень так престижно но здесь по сути всем глубоко плевать лишь бы было комфортно никто ни на кого не обращает особо кто-то в джинсах одеты кто как может кто как хочет и да это америка ну и это я показываю себя на фоне этого зала город сильвер спринт а я пока ехала на такси увидела что вдоль всей трассы очень много разных разных церков здесь недалеко кстати есть мечеть а видела баптистскую церковь видела другие разные купола кресты а вот это такая церковная улица я бы сказала церковная трасса эта церковь была вернее это парафия была организована в 1949 году когда несколько священников приехали сюда в америку спасаясь от коммунистического режима здесь пожалуй несколько сотен людей в эту церковь едут прихожане с разных штатов не только с мэриленда очень много детей и это видимо стоит уже вода для посвятым на большом экране транслировалась служба литургия уже закончилась сейчас придет батюшка здесь служит отец владимир и уже все стали активными подходят к своим столам и ждут действия похоже всех выгоняют на улицу потому что здесь не поместятся там уже разбросанные яйца детишки детишки их начинают поднимать и сейчас вот организационные всякие моменты священники проводят так похоже люди мерзнут привет христос воскресенье христос воскресенье давно я не слышала украинскую речь готовы, да? христос воскресенье христос воскресенье христос воскресенье церемония происходит на нескольких языках сейчас читают на латинском еще конечно английский и украинский христос воскресенье и Твоей life что мне здесь нравится то это такой уют своеобразный такой они создали здесь атмосферу что приятно сюда приехать конечно прошлую пасху тоже было солнышко но если кто-то смотрел мои предыдущие видео я там была такой украинской сорочки что ли летний сегодня люди поодевали теплые курточки я думала что я буду смешно выглядеть в этой шубейки но на самом деле и очень счастлива потому что здесь еще и ветер холодный даже еще не зацвело дерево под которым я фотографировалась прошлый раз вон только один кустик зацвел еще не все деревья распустились потому что весна очень холодная детишки собирают яйца же все пособирали это здесь такая традиция разбрасывают яйца пасхальные дети должны их найти вот показывают живописное место обычно после посвятый пасок здесь собирается пикник вот здесь вот за столиками но сегодня людей осталось мало я вижу там вот детская площадка еще детки играются развлекаются но смотрю уже поусаживались немножко какие-то семьи уже кушают но прошлый год людей конечно было больше за этими столиками вот какой красавец плывет называю свою скромную корзинку пасок я не пекла вот мне вчера подарили два крашеных яйца русская семья вот такой кулич и называется яичный кулич в принципе это пасхальный его пекут американцы американская пасха праздновалась неделю назад здесь вот есть польская колбаска яблочко и красное вино ничего особенного даже не было возможности украсить корзинку как-то нашла такую вот белую скатертину ну я думаю не это главное думаю что боженька на это не смотрит попробовала я этот кулич я все накрываю потому что все-таки на земле стоит здесь немножко ветер летит грязь пыль кулич очень вкусный сладкий настоящий пасхальный хотя форма не такая как у пасхи но очень вкусно и запила несколькими глотками вина стать хочу сказать что здесь очень очень разноязычная публика странно слышать когда особенно мама папа украиноязычные детки говорят уже на чистом английском я сейчас должна зайти еще в церковь поставить свечки так и зашла церковь середину смотрю здесь видимо украинская диаспора фотографируется люди кушают а здесь какая-то лавка открыта ну как же без этого это что-то типа русского магазинчика здесь уже пустот здесь уже пустот идем искать свечки так я смотрю что здесь никого нет я просто ставлю деньги и беру свечки я всегда первую свечку ставлю за упокой покой души и моих близких царство небесное ну а эта свечка за здравие всех кого я люблю считала что свечки нельзя зажигать от чужого огня потому что якобы забираешь энергетику либо забираешь энергетику либо отдаешь свое поэтому вещи нужно всегда поджигать своего огня вот я сейчас покажу общий план иконостас цирка уже пустая батюшка отслужил и пошел отдыхать сегодня уж пошла целую ночь видимо тоже человек батюшка здесь очень такой хороший приветливый улыбчивый герб украины там оркестр хор я надеюсь что меня слышно потому что говорить громко не могу все таки это церковь хлебушек сзади меня полька с детками я уже говорила что очень много языков я здесь слышу польский даже какой-то мусульманский здесь я слышу польский в перемешку с английским так странно вот еще раз показываю это андреевская украинская ортодоксальная церковь центральный вход купола ну и конечно два флага американский украинский прекрасный солнечный день сегодня воскресенье люди празднуют ну вот я уже дома хочу немножко дополнить свое видео небольшими комментариями традиция праздновать вот эти христианские праздники у меня началась от бабушки которая пекла великолепные вкуснящие пасхи пирожки с вишней пирожки с картошкой я даже во взрослом возрасте не могла повторить то что вытворяла моя бабушка любимая моя бабушка из луганской области я к ней приезжала на летние каникулы из холодного мурманска где проходили мои школьные годы и всегда меня страшно тянуло на украину в холодной россии у меня была такая детская книжечка тараса шевченко с такими дивными иллюстрациями вот это вот девочка в веночке а и зеленые я эту книжку просто зачитала до дыр в детстве и что значит такая горячая украинская кровь меня очень всегда тянуло тепло на солнце где цветут сады и поэтому да эти теплые воспоминания детские самые самые дорогие пожалуй или одни из самых дорогих а потом была советская школа комсорг класса все это отошло на задний план потом все эти традиции для меня возродились когда уже попала на западную украину свекровь моя вторая свекровь тоже чудесно готовила и придерживалась тоже всех этих украинских православных традиций она пекла такие куличи с маком готовила очень вкусное мясо и мы садились все за стол ну и конечно дальше мое знакомство с этими вот православными традициями христианскими и со всей этой украинской культуры была связана с моей работой я должна была ездить на съемки показывать рассказывать когда уже приехала в америку мой уже новый муж он этих традиций не придерживается он тоже советский человек воспитанник советской школы был тоже большим партийным руководителем членом партии конечно поехать куда-то церковь у него такого стремления нет ну он мне не мешает моем выборе я же второй раз была в украинской православной церкви он с удовольствием всегда ест посвяченные яйца пасху колбаску то что я привожу из церкви и конечно не хотелось бы говорить о грустном но с этим связан был мой интерес собственно откуда в америке и когда появилась православие потому что для меня не существует священника который призывал утопить народ донбасса в крови не треба думать что населення донбассу не винны цих стражданях винны и свою правину донбасса на референдуме за федерализацию голосовали с грешили с грешили для меня не существует такой церкви я говорю об украинской православной церкви киевского патриархата священнослужитель который призывает к насилию который при этом называет себя слугой господа бога для меня никогда не будет являться авторитетом если бы я узнала то украинская православная церковь которую в коту которую я посещала прошлом году поддерживает какие-либо связи с филаретом очевидно второй раз я туда бы больше не поехала но это мое личное восприятие в любом случае я рада что мои опасения не оправдались я там побывала и надеюсь побывать еще раз на этой ноте я буду уже заканчивать сейчас я порежу своему мужу колбаску яичко пасочку кулич который я посвятила и буду собираться на работу еще раз всех праздником мира добра спокойствие такого знаете нравственного какого-то спокойствие чистоты желаю всем чистоты мыслей позитива и подписывайтесь на мой канал тем пока это вашингтон висконсин авеню воскресенье пасха я отработала это просто такая маленькая прогулка